Во время Второй мировой войны Японцам не всегда удавалось эффективно использовать этот метод, хотя многие камикадзе добровольно решались на суицид ради того, чтобы причинить врагу серьезный ущерб Атаки камикадзе не остались незамеченными Но что можно было противопоставить такому упорству и самопожертвованию? Если молодой пилот решил пожертвовать своей жизнью, нет никаких сомнений, что он будет бороться до конца и достигнет своей цели Ситуация осложнялась тем, что камикадзе начинали атаку с большой высоты, набирая скорость по мере приближения к цели Скорость была настолько большой, что зенитные орудия, основная защита кораблей, не успевали отреагировать вовремя на нападение Приближалась неизбежная развязка конфликта Налеты японцев становились все яростнее Чаще всего для таких атак использовали молодых и неопытных пилотов Опытных летчиков японское командование берегло для других военных заданий Кроме того, большое количество летчиков-асов уже погибло к тому времени После начала нападений камикадзе, военное руководство Соединенных Штатов стало разрабатывать методы борьбы с ними Самый простой способ заключался в том, чтобы перехватить камикадзе как можно дальше от цели Что позволило бы американцам успешно защитить свои корабли Гораздо труднее было найти скоростные самолеты, которые могли сбить врага непосредственно возле объекта Особенно если самолет камикадзе входит в пике Несмотря на специальную адаптацию истребителей фирмы Chance World F4U Corsa К условиям палубного базирования на авианосах, он оставался одним из самых скоростных истребителей на протяжении Второй мировой Но этот самолет не был приспособлен к посадке в условиях плохой видимости Поэтому первое время он базировался только на суше И хотя самолет имел короткий пробег при взлете и посадке, он обладал превосходными скоростными характеристиками И что самое главное, он был гораздо быстрее любого японского истребителя Появление F4U оправдало ожидания Другие истребители пришлось долго усовершенствовать Так, например, были созданы F4F Wildcat и F6F Hellcat Некоторым самолетам специально придавали укороченную форму, это позволяло уменьшить их вес и увеличить скорость Такой самолет имел больше шансов перехватить грозного и непредсказуемого камикадзе Для защиты от вражеской авиации старались задействовать все имеющиеся средства Скоростные свойства самолетов продолжали улучшаться Когда средняя скорость истребителей наконец достигла 400 миль в час Военно-морское министерство сочло необходимым поставить задачу увеличить ее до 500 и более миль в час Поскольку реактивный двигатель на тот момент находился еще в стадии разработки Возникла интересная идея Можно ли усовершенствовать обычные самолеты с поршневым двигателем и винтом Увеличив их скорость, насколько это возможно Скорость и стремительность стали решающим моментом в сражениях с камикадзе Конструктор Чарльз Циммерман начал воплощать свои невероятные идеи и проводить опыты еще до войны Он экспериментировал с формой и дизайном летательных аппаратов Чарльз Циммерман осуществлял свои научные разработки для НАСА Одна из его ранних моделей работала с помощью электрического двигателя Ее подвергали различным испытаниям, изучая возможность взлета, посадки А также способность двигателя удерживать машину при зависании в воздухе Вертолеты в то время существовали только в чертежах Пройдет немало времени, прежде чем результаты испытаний подтвердят теорию Циммермана Уникальная форма крыльев позволяет воздушному судну почти вертикально приземляться А огромные винты с большим углом наклона лопастей обеспечивают быструю почти вертикальную посадку Однако НАСА не нашла применения этой модели, сочтя ее несовершенной Поэтому Циммерман перешел на службу в компанию Ченс Воут Которая стала финансировать его первый опытный образец Модель Ви-173 Заинтересованность в контракте с Циммерманом объяснялась высоким скоростным потенциалом его летательного аппарата Который имел два двигателя и достаточно обтекаемую форму Взлетно-посадочные характеристики, существенные для морского истребителя, представляли особый интерес Ви-173 начал проходить испытания под руководством Буна Гайтона После нескольких тестов Гайтон убедился в том, насколько необычно этот аппарат взаимодействует с земной поверхностью Он поднимался в воздух в течение нескольких минут Пилоты и конструкторы поняли, настало время внедрить разработку в производство Экипаж находился в воздухе всего 13 минут Но этого времени Гайтону было достаточно, чтобы сделать определенные выводы Конструкция машины оправдала все ожидания Аппарат быстро взлетал, а управляемость и скоростные качества выгодно отличали его от двух предыдущих моделей Испытания продолжились Лопасти и без того большого винта были удлинены, чтобы обеспечить быстрый, почти вертикальный взлет и возможность зависания в воздухе Машина могла также быстро приземляться Все это подтверждало, что Циммерман был на верном пути Субтитры создавал DimaTorzok Ждать оставалось недолго Гайтон был настроен оптимистично Планы Циммермана относительно быстрого взлета и посадки оправдались Конструкция позволяла набирать хорошую скорость, но почему самолет зависал в воздухе? Электрический аппарат действительно парил над землей, не меняя своего местоположения Сможет ли Ви-173 повторить этот маневр? Гайтон до упора поворачивал рычаг газа, но машина едва сдвигалась с места Военные тактики начали ломать головы над тем, как можно применить в бою столь необычное качество Интересен тот факт, что когда Циммерман демонстрировал свои разработки NASA Ви-173, или как его назвали позднее, скиммер Циммера, мог рассчитывать только на неофициальную поддержку Конструктору предлагали помощь Но правда на добровольно-общественных началах Коллеги Циммермана работали над ним вообще бесплатно после окончания своего рабочего дня Считалось, что конструкции Циммермана найдут применение только в легкомоторной гражданской авиации Которая могла бы эксплуатировать их с небольших заросших травой взлетных полос Для таких самолетов возможность коротких взлет и посадки — большой плюс Боевой истребитель, который сможет базироваться на авианосцах Легко набирать скорость во время полета и зависать в воздухе Полезность этой идеи дошла до военного руководства NASA далеко не сразу Но война надвигалась на Европу И компания Ченс Вод готова была финансировать разработки Циммермана К этому времени командование ВМФ наконец-то всерьез заинтересовалось его идеями К проекту стали проявлять внимание На базу в Коннектикуте вскоре прибыл знаменитый пилот Чарльз Линдберг Он провел там несколько дней, знакомясь с новинками авиации Циммерман лично присутствовал при этой инспекции Он и Линдберг вместе наблюдали за тем, как Бун Гайтон проделывает сложнейшие трюки в воздухе К их великому изумлению самолет, не успев оторваться от земли, исчез за деревьями и направился прямо к морю Наблюдатели сели в машину и поехали следом, ожидая увидеть неминуемую аварию Перевернутый самолет лежал на берегу Пилот чудом не пострадал Оказалось, летчик смог благополучно посадить самолет, но, заметив на пляже человека, запаниковал резко, нажал на тормоза и машина скапотировала и перевернулась Это событие поразило Линдберга Став свидетелем происшествия, он заявил, что хочет сам пилотировать Ви-173 Несколько раз садился он за штурвал И в результате он поверил в возможности 173-го Так же, как до этого в них поверил Бун Гайтон Учитывая положительные результаты испытаний, в июле 1944 года военно-морское министерство заказало два экземпляра полностью укомплектованных аппаратов Разгоралась война на Тихом океане, и мощный скиммер Циммера должен был оправдать надежды командования, продемонстрировал скорость свыше 500 миль в час Ви-173 обладал хорошей, но недостаточной для истребителя скоростью Его двигателям явно не хватало мощности Так появилась новая модель, снабженная двумя моторами Pratt & Whitney, мощностью в 2350 л.с., которые помещались в фюзеляже рядом с пилотской кабиной Ви-315, как и называется этот аппарат, внешне напоминающий Ви-173, должен был производиться из металлита, композитного материала из дюралевого листа, спрессованного с древесиной бальсового дерева Машина была запущена в производство, и руководство стало требовать соответствия Ви-315 новым техническим условиям Сможет ли самолет зависать в воздухе с мощными двигателями и утяжеленным фюзеляжем? Сохранится ли его маневренность? Как это отразится на вибрации? Одни вопросы разрешились на этапе разработок, другие во время испытаний, а некоторые проблемы так и остались нерешенными Some were never to be satisfactorily resolved at all Субтитры создавал DimaTorzok Конструкция нового истребителя базировалась на элементах легендарного Корсара В серии ему присвоили индекс F5U F означало истребитель, а U позднее стало знаком компании Ченс Воут Цифра посередине была порядковым номером модели, утвержденной Министерством обороны Корсар значился под номером 4 Серия Циммермана стала пятой Виндокрылые самолеты продолжали совершенствоваться В конструкции Ви-173 инженеры стремились преодолеть сильные вибрации Возникающие из-за несимметричного обтекания конструкции на больших углах атаки Был специально разработан особый движитель, разгруженный пропеллер Учитывая, что на F5U были установлены сверхмощные двигатели по 2350 л.с., признали целесообразным использовать четыре винтовые лопасти вместо прежних трех Но это усовершенствование породило немало проблем Мощную тяжелую машину было труднее поднять воздух, чем лететь на ней Вновь сошедшая с конвейера модель Скиммера имела специальный синхронизатор двигателей и механизм, который позволял убирать во время полета шасси Синхронизатор гарантировал синхронность работы винтовых лопастей на критических режимах взлета и посадки Его нужно было разместить между двигателями Но осуществить идею на практике было непросто Мощные двигатели должны были быть отрегулированы и работать сбалансировано Чтобы не перегреваться и не форсировать крутящий момент вала винта Синхронизатор, этот сложный и тяжелый механизм с пятиступенчатым редуктором имел мало общего с первоначальными идеями Циммермана Но военное руководство оставалось непреклонным К августу 1945 года два образца F-5U были готовы Производителей не устраивало сочетание мощного двигателя и огромного винта И только когда Циммерман внедрил свою первоначальную винтовую конструкцию, проблема разрешилась, и аппарат был готов к полету Продолжение следует... Время активного прогресса авиационной технической мысли остались позади Эпоха реактивных самолетов и турбовинтовых двигателей с пропеллерами С большими лопастями еще не наступила Взлетно-посадочные характеристики оставались самыми важными моментами для морской авиации Но первые реактивные самолеты летали на 150 миль, медленнее ожидаемых 450 Разработка F-5U не была доведена до конца Правда, в 1948 году на авиабазе в Коннектикуте F-5U был выпущен на взлетно-посадочную полосу Но этому стройному и внушительному самолету, последнему из скиммеров, было не суждено подняться в воздух Проект стоимостью 9 миллионов долларов был свернут Можно было бы объяснить это тем, что ему не нашлось места в истории реактивной авиации Но трудно понять, почему опытные образцы не прошли испытаний Теория Чарльза Циммермана так и не воплотилась в жизнь целиком О возможностях F-5U уже никто никогда не узнает Нежелание финансировать испытания военно-морское министерство обосновало бесполезностью проекта заявив, что эксперимент провести можно, но только на территории базы ВВС в Эдварсе, Калифорния Из-за нестандартной формы F-5U нельзя было перевозить наземным транспортом Пришлось бы использовать корабль и вести самолет через Панамский канал Это осложняло ситуацию Правительство приказало пустить оба экземпляра на металлолом Но у этого ни разу не взлетевшего самолета оказался боевой характер Его разбирали в три раза дольше, чем это было предусмотрено Но в конце концов, скиммер Циммера, гениальная идея инженерной мысли, был уничтожен Проектные работы над скиммерами продлились 15 лет Но работы, теория Циммермана или нет, выяснить так до конца и не удалось Хотя компания Ченс Воут уже давно вела разработки реактивных истребителей Они потратили много времени на создание скиммера Благодаря успеху новых мощных реактивных истребителей Компания вернула себе статус лидера в области военных технологий А Чарльз Циммерман продолжил работать в НАСА в Ленгли Где нашел применение своему таланту У него появилась новая идея Летающая платформа То, что вы сейчас видите, создал не Циммерман Это летающая платформа Хиллера Хотя Циммерман и Хиллер какое-то время сотрудничали Но именно последний разработал двигательную систему и большую часть этой конструкции В 50-е годы военное руководство занималось финансированием разработок разнообразных новых форм Одноместных транспортных средств Была создана целая серия конструкций Одним из авторов которых стал Бак Роджерс Эти машины могли доставить людей на поле боя совершенно новым способом Летающая платформа, как и ряд других транспортных механизмов Испытывались департаментом исследований ВМФ Достоинство проектов Хиллера заключалось в простоте их конструкции и управления К тому же работали эти аппараты безупречно Предполагалось, что на подобных машинах разведчики должны будут проникать во вражеский тыл И затем, скрывая за деревьями и холмами, изучать расположение сил противника Собрав информацию о противнике, они смогут незаметно вернуться на базу Вполне вероятно, что цель, поставленная перед разработчиками, могла стать вполне достижимой Кроме этой конструкции, разрабатывалось множество других Но ни одну из них не внедрили на практике Недостаток заключался в том, что такие разведчики могли стать легкой добычей врага Пилотам было трудно обороняться А вероятность падения с высоты в случае отказа двигателя Обеспокоит даже самого отважного пилота В то же время, возможность скользить над линией фронта, перелетая минные поля, реки и леса Была крайне привлекательна для военных стратегов Для улучшения скоростных качеств платформы ее оснастили двумя двигателями Кроме того, для ее успешного пилотирования необходимо было равномерно распределить вес полезной нагрузки Что позволяло машине двигаться, не прибегая к дополнительному ее выравниванию Проект, однако, был отвергнут военными На гражданском рынке он также не нашел применения Конечно, летающие платформы вызывали интерес у предпринимателей Но вероятность несчастных случаев была слишком велика Платформа только казалась легкой в управлении На самом деле ее пилотирование требовало от летчика особых навыков и специального обучения Военному экипажу платформы могло понадобиться вести огонь из личного оружия Поэтому важно было выяснить, насколько устойчивой останется платформа во время отдачи при стрельбе Ирония судьбы заключалась в том, что именно высокая устойчивость платформы и хиллеров погубила весь проект Дело в том, что платформа обладала способностью самовыравнивания Во время полета ее необходимо было слегка наклонять в сторону направления движения Но аппарат постоянно пытался выровнять свое положение, что делало полет неровным Дискообразной формой обладали также обтекатели радиолокаторов Которые крепились над фюзеляжами самолетов дальней радиолокационной разведки Известных как система АВАКС Компания Боинг устанавливала радиолокаторы на специально переоборудованные транспортные самолеты Си-135 Огромный вращающийся диск такого радара собирал информацию на огромной территории И был весьма драгостоящим Холодная война требовала постоянного равновесия сил В этом молчаливом напряженном противоборстве стороны пытались предугадать каждый шаг противника Потенциальная угроза со стороны врага породила новую формулу Основным оружием стала информация Многие секретные операции с участием летающих радиолокационных установок так и останутся тайной Но, несомненно, то, что именно они снабжали информацией войска в зоне Персидского залива Как во время операции «Буря в пустыне», так и после нее Поскольку знание возможностей противника дает огромное преимущество Самолеты с дисковыми радарами стали серьезным оружием Военно-морской флот имел свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Одни разработки были аналогичны летающим радарам И-3 Сентри системы АВАКС Другие создавались специально для обнаружения подводных лодок Ведя наблюдения в широком диапазоне электромагнитных волн Эти летающие тарелки стали чуть ли не единственным источником информации о смертельно опасных субмаринах Идеально круглую форму, напоминающую летающую тарелку, имел аппарат Аврокар Сконструированный в Канаде Он обладал возможностью вертикального взлета и посадки, неплохой скоростью полета И стал настоящим техническим прорывом, оправдав надежды вооруженных сил США В начале 50-х годов компания Авроканада решила разработать машину вертикального взлета и посадки Которая должна была бы развивать в горизонтальном полете чуть ли не скорость света Теоретически это казалось возможным, но на практике все было сложнее Правительство Канады согласилось финансировать проект Он был очень новаторским и подавал большие надежды Для развития канадской авиационной индустрии нужны были новые идеи И именно такой идеей стал Аврокар Основу конструкции составлял центральный ротор В качестве силовой установки предполагалось использовать три турбореактивных двигателя Газовый поток от которых поступал на турбину центрального ротора Далее выхлопы смешивались с воздушным потоком ротора и поступали в кольцевое сопло Именно вращение ротора поднимало аппарат в воздух Однако скорость полета не превышала 300 миль в час А высота полета не перекрывала показатели летающей платформы Хиллера Был создан деревянный макет, точная копия оригинала Он демонстрировал все особенности конструкции, присущие дорогостоящему воплощению из металла По макету можно было судить о внешнем виде аппарата, о его размерах И в конце концов о возможных проблемах, возникающих в процессе эксплуатации И какие трудности могут быть обнаружены в сервисе Пока строили макет, одну из моделей Авракара продули в аэродинамической трубе Чтобы оценить его летные характеристики при зависании и полете После проведения этих исследований, пятая модель Авракара была изготовлена из металла Это позволило увидеть в действии механизм управления Авракаром Система, центральный ротор и управляющие сопла помогали пилоту Авракара контролировать направление движения Конструкция управляющих сопел состояла из некоторого количества турбовентиляторных движителей Прикрываемых специальными заслонками, которые позволяли управлять Авракаром Центральный ротор должен был поднимать Авракар в воздух В окончательном варианте это был большой агрегат со множеством лопаток, как у компрессора турбореактивного двигателя Этот механизм был сердцем машины, в нем заключался секрет успеха Авракара В середине 50-х годов правительство Канады тщательно охраняло секретные разработки Масса усилий тратилась на конфиденциальность проекта В те годы тысячи людей работали над различными проектами в компании Авроканада Но о существовании Авракара знал лишь ограниченный круг людей Конструкция Аврокара была достаточно сложной Фюзеляж должен был выдержать вес мощного ротора, турбореактивных двигателей и топливных баков А также кабину для двух пилотов и другую полезную нагрузку Машину дискообразной формы было весьма трудно поделить на отсеки Зато круглая форма позволяла разделить конструкцию на три равные части по принципу пирога Когда работа над их постройкой была окончена, их скрепляли между собой для большей прочности Это был единственный случай, когда можно было увидеть все внутренности машины Но естественно, это удалось сделать далеко не каждому Во время сборки пространство внутри аппарата заполнялось массой необходимых систем Электрическая, гидравлическая и топливные проводки Двигатели системы управления, каналы воздуховодов Все это впервые сводилось в единое целое Работа велась в режиме строгой секретности Служба безопасности следила за тем, чтобы посторонние не допускались к месту сборки Это при том, что в том же корпусе компании Авра В нескольких метрах ходьбы по коридору масса людей работала над другим Более масштабным и многообещающим проектом истребителем-перехватчиком CF-105 Arrow И хотя Вторая мировая война была закончена На смену ее пришла другая война Холодная И в условиях холодной войны и постоянного ожидания агрессии со стороны Советского Союза Канада вооружалась мощными боевыми самолетами Наконец, все части конструкции были собраны Но в центре оставалось большое пространство Одно предназначалось для главного компонента Облегченной высокоскоростной турбины центрального ротора Импелл Именно этот роторный движитель был отличительной чертой Аврокара Но для нормальной работы турбины и ее лопатки должны были быть одновременно легкими и прочными Их нельзя было изготавливать из тяжелого материала В соответствии с предварительными расчетами Лопатки турбины имели изогнутую форму с уплотнением посередине Отдельные лопатки припаивались к ободу турбины Благодаря чему весь агрегат получился прочнее и гораздо легче Чем если бы его изготовили из единой металлической заготовки Когда многочисленные лопатки наконец были изготовлены Их прикрепили к турбине Такой движитель делал несколько тысяч оборотов в минуту При малейшем дефекте ротора мог произойти сбой, который привел бы к разрушению турбины А ее осколки могли бы раздробить машину и погубить экипаж Естественно, конструкторы старались снизить риск во что бы то ни стало Единственной гарантией безопасности были длительные испытания конструкции в условиях максимальной нагрузки на ее агрегаты Первый экземпляр турбовентиляторного летательного аппарата налетал тысячи часов Прежде чем Аврокар был запущен в производство Но исследования и разработки становились все более дорогостоящими И к 1955 году канадское правительство утратило интерес к проекту Работу над ним продолжило Министерство обороны США, которое продолжало расширять свои исследования В результате турбовентиляторный аппарат стал более похожим на обычные самолеты Снабженный тремя реактивными двигателями, в обычных условиях полета он не задействовал центральный ротор для создания горизонтального вектора тяги Наоборот, газы его турбореактивных двигателей не только раскручивали турбину ротора, но и создавали горизонтальную тягу Горизонтальная тяга, так же как и управление по тангажу и рысканию, осуществлялась за счет перераспределения тяги реактивных двигателей по соплам Расположенных с разных сторон аппарата и в нерабочем состоянии, прикрытых специальными заслонками Процесс управления этими заслонками был весьма непрост, и если бы разработчики не справились с ним, успех всего проекта стал бы недостижимой целью Но поскольку реализация проекта Авракара открывала неслыханные возможности, американцы продолжили его финансирование Работа над Авракаром подходила к концу Механизмы, управление и даже двухместная кабина пилотов — все было готово Прежде всего аппарат надо было взвесить Необходимо было убедиться в том, что все три реактивных двигателя будут слаженно работать вместе В конце концов, турбовентиляторный аппарат выпустили на взлетно-посадочную полосу На этом этапе испытаний оценивалась вся машина целиком Американцы считали Авракар чем-то вроде летающего джипа, который мог скользить на том, что он был в этом месте С труднопроходимыми участками местности И который можно вооружить противотанковым оружием или даже небольшой пушкой Уникальная система движителя Авракара также представляла интерес для военно-воздушных сил США Авракар должен был пройти полную проблему На протяжении шести лет его подвергали самым различным тестам Это длилось до тех пор, пока один из аппаратов не был отправлен на полигон в США Поскольку только в США можно было найти аэродинамическую трубу для продувки 18-футового Авракара Однако результаты данного теста оказались противоречивыми Чтобы проверить жизнеспособность конструкции, 5 декабря 1959 года Авракар наконец впервые подняли воздух И военные, штатские специалисты с нетерпением ожидали результатов полета Слишком много усилий и средств было потрачено В это время служба безопасности допустила оплошность Произошла утечка информации и посторонние люди узнали про Авракар В прессе появилась заметка о вертикально взлетающем самолете Это впечатляло И к тому же совпало с пиком интереса в США и Канаде К слухам о пришельцах и летающих тарелках Авракар казался настоящим НЛО Однако по-прежнему стоял вопрос Будет ли он работать? Ответ оказался положительным, но с целым рядом оговорок Аппарат мог подняться в воздух благодаря огромной турбине центрального ротора Уникальная система управления давала Авракару устойчивость Позволяла пилоту контролировать курс И казалось, работала достаточно четко Но стало очевидно, что его скорость не достигнет 700 миль в час И даже предполагаемые 300 миль в час оказались мечтой Но самое главное Выяснилось, что Авракар может оторваться от земли всего на несколько футов Его конструкция была слишком перегружена Но эти недостатки не остановили разработчиков Они предполагали, что аппарат может принести пользу в качестве машины разведки Или для транспортировки грузов После первого полета в ноябре 1959 Испытания были направлены на выявление недостатков машины И возможности ее дальнейшего использования Учитывая объем финансовых затрат Неудивительно, что правительство США внимательно следило за испытаниями Пилотировал Авракар летчик-испытатель из Канады Ему пришлось привыкать к нестандартной панели управления И к особенностям пилотирования машины Которая, подобно вертолету, могла зависать в воздухе, двигаться в сторону или назад Все это было необычно для пилота, привыкшего к самолетам Но главным недостатком Авракара все же стала низкая высота полета Он легко адаптировался к любой подстилающей поверхности Будь то грязь, болото или гравий Он мог двигаться над скалами и неровным рельефом Но он не мог прилететь через трехметровую ограду Это было не совсем то, чего ожидали разработчики Энтузиазм американских заказчиков тоже понизился Учитывая тот объем капиталовложений, затраченных на этот проект Лучшего результата добиться было просто невозможно Такое неожиданное снижение высоты полета и скорости По сравнению с расчетными Стало следствием неопределенных результатов испытаний в аэродинамической трубе Проведенных за шесть лет до этого В последнее время, в последнее время, не было никакого значения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Именно по результатам продувов в трубе Все вносились корректировки во всю конструкцию Теперь, после первых полетов Отпала необходимость соблюдения строгой секретности Многочисленные сотрудники компании Avro Стали свидетелями того, как их детище Выпустили на труднопроходимый участок Возле взлетно-посадочной полосы Летчики все же научились пилотировать эту машину И кардинальным решением всех проблем Стало использование Avrocar Avrocar как учебно-тренировочного аппарата Для летчиков-испытателей Он должен был стать помощником При разработке новых проектов Avrocar вряд ли смог бы преодолеть Свой главный недостаток Который заключался в том, что вся энергия трех реактивных двигателей И мощного ротора уходили на отрыв аппарата от земли Создаваемая ими вертикальная тяга могла удержать аппарат в воздухе Но на это уходила почти вся мощность Да и затраты топлива были слишком велики Фюзеляж этой модели также был непрактичен Аэродинамические свойства позволяли набирать скорость до 300 миль в час Но на практике этого не происходило Фюзеляж был плохо приспособлен для размещения полезной нагрузки В виде двух пилотов и груза Avrocar гораздо лучше выглядел, чем летал Абсолютно симметричная форма и современный дизайн делали его похожим на транспорт из фантастических романов о будущем Но своих разработчиков Avrocar разочаровал Несмотря на недостатки, машина имела успех Построить суперсовременный летательный аппарат не удалось Зато удалось создать нечто иное Надежный внедорожник Инженеры Avro предусмотрели все, кроме одной маленькой детали Была упущена самая простая вещь Мечтая о сверхскоростной машине, никто не задумывался о том, что Avrocar Для функционирования в качестве внедорожника не хватало одного Резинового покрытия на нижней части фюзеляжа Если бы его предусмотрели, возможно, что судьба Avrocar сложилась бы совсем иначе На самом деле у компании Avro получилось судно на воздушной подушке Только безобязательной для такого рода машин юбки Впоследствии, когда в начале 60-х была построена более простая модель аналогичной конструкции Ее снабдили резиновой юбкой Между тем, работа над Avrocar продолжилась и был сделан целый ряд важных усовершенствований Обе модели сохранились до наших дней И теперь находятся в музеях США Сейчас ведутся переговоры По поводу возвращения одного из аппаратов на историческую родину В Канаду Ведь эта модель служит наглядным примером того Как страна со слабо развитой индустрией Пыталась создать то, о чем ее сильные соседи и не мечтали Эти проекты могут показаться безрассудными Но не всем дано стать первопроходцами, такими как братья Райт Или один из изобретателей турбореактивного двигателя Фрэнк Уиттл Многие великие идеи вначале кажутся нелепыми Изобретатель всегда рискует, а для риска нужна смелость И хотя Avrocar постигла неудача Это было смелое и несомненно полезное изобретение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok